Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Азаровский. Привет вам всем, черноморские! Я такой радостный и веселый сегодня с утреца, потому что у нас дует ветер, и мы едем с вами в шторм на море кататься. Надеюсь, что все получится, и получится сегодня вам показать такие интересные кадры с моря. Дай бог, как говорится, чтобы все получилось и остались живы. Погода у нас, ну, не летняя, честно, не весенняя даже, это какая-то поздняя осень. Плюс 12 градусов, всего пасмурно собирается, дождик, он уже начинает капать, и печальная погода. Вот вообще, я давно такой весны не помню, может, лет 5 назад было последний раз что-то вроде такого. В общем, мы ждем, конечно же, и на майские праздники хорошая погода, но прогнозы неутешительные. У нас обещают дожди. Ну, дай бог, все равно всем хорошего отдыха, кто приедет к нам, а людей приедет много. Я это уже, честно, и сейчас вижу, потому сколько отдыхающих уже есть, и сколько их еще будет, пишут в комментариях. Итак, друзья, давайте немножко прокатимся, посмотрим по сторонам, и едем на пляж Мажимсин на Пионевский проспект. Погода хоть и не летная, но красота, друзья, зелень уже кругом, тучки такие классные ходят. У нас это создает все равно атмосферу весны, то, чего мы с вами ждали. Сворачиваем на Пионевский проспект, у нас сейчас здесь идет работа по ямбочному ремонту, так что, если вы будете ехать, будьте осторожны и предельно внимательны, так как ям на дорогах очень много сейчас. В Джаботе не так уж и много людей. Сейчас, кстати, заработал Олимп, у них уже заезд очень большой, и начался дождик. Дождик, конечно, не порадовал. Заезжаем на пляж Мажимсин и пойдем. Друзья мои, что творится на море? Смотрите, затопило пляжи, сильнейший ветер, просто стиральная доска. Мы сегодня полезем туда, но курортникам, кто смотрит, ребята, в шторм купаться нельзя. Я готовился к этому очень долго, не повторяйте, пожалуйста. Пляжики очень сильно у нас потоплены, можете посмотреть, что вообще живого места не осталось. А с этой стороны воруют дюны и куда-то увозят песок. Смотрите, и с той стороны, и с этой стороны. Прям печальнейшая картина, которую мы с вами сейчас наблюдаем. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, как это выглядит непосредственно с дюн. Все эти виды, потому что самая, кажется, большая, и обзорная площадка находится у нас здесь. Так, товарищи, как-то нашли еще местечко, где можно разложиться и попробовать стартануть. Ух, вот это море, вот это масштаб. Как вам, ребята? Один выше, вот там, возле горизонта. На другой, смотри, выходит. Подъемная сила, так понимаю, сегодня хорошая. Ну, а здесь вы сейчас видите. Вот такую картинку. Видите, полностью пляж до дюн затоплен. Представьте, не было бы дюн, вот вода уже здесь прорывается. Чуть-чуть усиление ветра, больше волна, поднимется уровень и уйдет туда вода. Вот они, критические моменты, за которых в том числе и надо беречь наши дюны, дорогие мои. И мы потихонечку въехали на старт. Готовятся, качаются усиленно. Размеры небольшие довольно-таки. День добрый. Как там? Да ничего, ну с провалами, что-то на девятку. Мало или пойдет? С провалами, там много-то мало. Ага. Хаванну, выскакивать надо, а он... Провалился, нету, не хватает. Здесь наскор запускают. Отлично. Ребята готовятся. Пошла жара. Ух ты ее! Вот тут я думал, он сейчас сам удивился от того, что произошло. Прикольно, прикольно. Ну и к морю не подойти, ребят. Сильный ветер. Будет у нас сегодня заход уже когда переоденусь. Ну а здесь можете увидеть последствия. Шторма выбрасывает медузок разнообразных. И все пляжи оказались подтопленными. Бульство стихии. Просто бульство стихии. Так сказать, жуткие кадры. И вот находит волна. Смотрите, с какой скоростью она просто вырезается в эти заборы. То, о чем я всегда говорю, рано в мае запускать пляжи. Потому что шторма еще присутствует. Они летом, конечно, случаются в таком масштабе. Ну, гораздо реже. Песок провалился. Смотрите, ноги ушли. Да. Это просто нечто. И пошел. Хайдок. Так, ребята, я тоже переодеваться. Хочется уже отдаться тоже на волю стихии. И побороть ее. Не повторять. Друзья, вы понимаете? Просто мощь природы сегодня. И неподготовленному человеку будет это сделать страшно. Кстати, спрашивают, до скольки лет кататься. Дмитрий. Дим, сколько тебе лет, скажи? Мне 61. И как вот? Можно кататься в это время на кайте? Надо учиться. Только дочинать, да? То есть, чтобы... Понял. Тебе сегодня... А, чтобы было легче. И маленькие размеры. Понял. Смотрите. Мандарины из Турции, походу. Или Абхазии. Так. Так что, ребята, кай, там все возрасты покорны. Я хотел еще добежать вот досюда. Потому что увидел, насколько здесь затоплен пляж. Вид, конечно, нереально страшноватый. То есть, вот все, что они здесь сделали, у них все размыло. Мусор выбрасывает опять. Только все пообирали. Мусор куда-то подмыло. Это, походу, ночью приходила волна. Но сейчас стоит усиление. Здесь дорожки деревянные были. Затопило все навесы. И размыл вот эти дорожки. Говорю, Юра, не трогайте дюны. Не трогайте пляжи. Вот вам, пожалуйста, последствия. Жесть. Ну, научатся когда-нибудь, я надеюсь. Так, сейчас мы еще истартанем одного из скайтеров. Вон, ребята, на досках идут серфить по этим волничкам. Давайте. Все, пошел. И Александр. Рассказывай, девяточка? Добрый день. Добрый. Да, сегодня будет очень хороший. Я скотч тебе привелся, тебе не надо уже. Порядка 10-12 метров. Девятый размер кайфа. Провалы, говорят, сильные. Нормально. Нормально. Нет, нормально. Хороший провал из-за того, что может дочь приходить. Как тебе ученик? Ученик хороший, в возрасте мужчина был. Сколько лет? Затрудняюсь сказать. В районе 55 лет. Вот как раз-таки у меня сейчас многие спрашивают, а во сколько можно, нельзя. То есть я вот к Диме подошел, Диме уже 60+, то есть вот 55. То есть все, кто хотят, могут прийти научиться. Тем более, это то, что показываем, это просто любовь называется сильная к морю, а так катать-то можно по лиману. Юр, совершенно верно. Конечно, плоская вода, она всегда безопасна. Тем более, с рядом инструкторами. Можно учиться вплоть до того возраста, откуда можно человек катиться. Это точно. Скажи мне, а как ты сегодня характеризуешь вот то, что происходит вообще? Море очень сильно сработало, а в глубине пришел, с дуру пришла волна, потом уже пришел ветер. То есть сейчас как раз-таки работает хорошее юго-западное направление, давление моря сумасшедшее. Вы видите, что волны разливаются до барханов. То есть в глубине волны порядка 2,5-3 метров, и ветер еще будет добавляться, я думаю, что волна все-таки придет. Еще больше. Ну прикинь, вот тут расчистили как раз-таки ровненький, а прикинь, туда сейчас затопится нахрен. Я тоже об этом подумал. Я как раз приехал и посмотрел, думаю, это прямая вода туда. Вообще офисец. Это вот как раз-таки к тем, кто уничтожает дюну. Вот, посмотри, пляж разровняли, все полностью уплыло. Вот так вот, все, удачи. Все хорошее. Ну, а я все-таки переодеваться, а то я так и не уйду с пляжа. Они все тут уже в гидрике, как готовы катать, уже многие катают, а я нет. Побежали. Я решил вам все-таки выложить побыстрее видео. Материала снято сегодня очень много. Вот такого вот именно с каталочки. Жалко, конечно, что капельки немножко мешают. Но вставлю вам всего лишь пару фрагментов с прыжочками и уходом от волн. Честно, сегодня было невероятно. Просто невероятно. Волны большие. То есть вот это вот, то, что я назвал стиральной доской, это то, когда волна рушится и получается такая вот пена. По ней очень сложно передвигаться. Как вам прыжок? Я сам, честно, в восторге от того, что получилось. В дальнейшем выложу видео, наверное, полностью обработаю и сделаю отдельную каталочку, чтобы можно было посмотреть и насладиться чисто морем и покорением стихии. У меня первый вопрос в Телеграме, когда выложил видео, тебе не страшно. Друзья, ну, не боятся, наверное, только дураки. Здесь же уже опыт именно. Вы можете сами посмотреть, как прохожу волны. Конечно, сегодня и замешиваю меня пару раз. Это все мои же косяки, потому что, ну, надо более ответственно подходить ко всем моментам. Ну и плюс камера очень сильно отвлекает, потому что ты думаешь о том, что снимать, как снимать. И то же самое, запись идет, не идет. Поэтому без камеры гораздо более безопасно. Какая красота, друзья, вот эти тучи. А потом еще и солнечко пришло. Солнечный кадр я вам тоже вставил, чтобы вы посмотрели при более ярких красках. Моменты, когда сменялись тучи на солнце, очень шквалистый ветер приходил. Но тоже, как говорится, на опыте смог его перебороть и накатался два с половиной часа. То есть два с половиной часа пролел в море без перерывов. Я бы, наверное, отдохнул бы и еще залез, потому что погода сегодня, ну, такая редко бывает, когда можно покатать на девяточке с такими волнами. Видите, идет как разрушившаяся волна и от нее приходится убегать. Честно, есть кадры гораздо более интересные, но я не успеваю, честно, смонтировать. Но хочется поделиться, поэтому вставочку все-таки в видео сделал, потому что сегодня самое важное показать, насколько сильны штормы, то, что пляжи затопило. Для многих это вообще, наверное, что-то невероятное, когда люди в шторм катают посредственно по морю, да, потому что это запрещено купание. Мы еще и катаемся, прыгаем, покоряем эти волны стихии. Сегодня из тех, кто стартовали кататься, процентов, наверное, 80 развернулись и ушли, потому что они все смогли покорять, вот как раз таки проходить эти волны, потому что это, честно, сложно, требует очень много сил. И вот, видите, не прошел, меня завалило, но опять подъем и поехали дальше. К морю, к волнишкам, красота. В общем, друзья, надеюсь, что чуть-чуть радости и каких-то позитивных эмоций все-таки я вам смог подарить данным видеосюжетом. И напишите, как вам такая съемка. Может быть, лучше, как раньше делала, чисто с одним направлением, GoPro или все-таки такие моменты в таком формате видны гораздо лучше. Жду ваших комментариев и надеюсь, что вы все больше хотите приезжать на моря, на отдых к нам. Ну что, друзья мои, я жив-здоров, а это самое главное. Два с половиной часа не хотелось выходить из моря, просто сегодня запланирована трансляция, поэтому надо выйти, ехать домой к ней и готовиться. А так я бы, наверное, еще отдохнул бы и покатался, потому что волны, заявляют ребята, говорят, что видели по 6 метров. Я еще не сильно определяю, но мне казалось, метров по 5 я точно видел. Просто рассказывал такое, что едет, говорит, а там сверху на доске, и чуваки между нами, говорит, как двухэтажный дом. То есть всех месила, всех, кто неподготовленный, практически сразу развернулись и ушли. Потому что, ну, Саша заявлял с утра, что волны метра по 3, это для экстрима уже много, а здесь 2 раза больше. И сейчас ветер еще расколбатило, так что там, возможно, будет еще больше волнишка. Но я смотрю, тут кайтеров мало, все туда чуть-чуть переместились, потому что отжимает и очень сильное боковое течение, то, которое очень многих людей захватывает. Вот сегодня помогали парню забрать доску, то есть волна вроде должна к берегу прибивать, а доска у него уплывает в море. Это отбойное течение, тягун так называемый. И здесь то же самое. Я сегодня не мог стартануть от берега, был такой момент у меня, потому что меня просто тянет, и я никак не могу переться в воду, потому что меня утягивает, кайт у меня проваливается. Так что, друзья мои, будьте бдительны, не повторяйте то, что он показал. Это спорт. Меня месило сегодня. Моментом я уже думал, господи, спасибо, что дал мне пожить. Было хорошо, но остался жив. Это подготовка, это моральная подготовка, потому что впервые, когда я увидел волны, было очень страшно. Сейчас, ну, прям, я счастлив. Друзья, море – это любовь на всю жизнь. И если у вас есть желание, учитесь, тренируйтесь. То есть, мастера вам подскажут, расскажут, что, как делается правильно, и тогда у вас все будет получаться. И если есть желание, если нет, то наблюдайте. Но в шторм купаться запрещено. Не рискуйте ни собой, ни своими детьми. Это очень опасно. Море не прощает Ощебук. Всем до свидания. Надеюсь, что было интересно. Крепко обнимаю. Привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. До следующего видео. Пока.